Сейчас мы приготовим с вами кашу богатырскую. Эта каша очень полезная для нашего организма. Я ее готовлю следующим образом. Для этого я использую смесь зерновых. Это у меня ячмень, то есть перловая крупа, пшеница твердых сортов, рис и также цельнозерновой овес. Эту смесь я покупаю уже, итальянская готовая смесь из всех этих злаков. Я ее покупаю уже готовая и она как бы идет, как бы сказать, она уже идет как пропаренные зерна. То есть они быстрее поддаются приготовлению. Эту смесь все равно, однако же, я заливаю ее водой и оставляю на несколько часов. Можно даже оставить на ночь. То есть для приготовления каши я взяла 250 грамм вот такой крупы и добавила 500 миллилитров. Промыла эту крупу зерновые и добавила 500 грамм воды. Вот в таком состоянии мы ее оставляем на несколько часов. Если вы планируете готовить утром кашу, можно даже ее с вечера залить водой и оставить ее. Смесь зерновых настоялись несколько часов в холодной воде. Сейчас я переложила в более большую емкость, добавила еще один стакан воды и включила плиту. Сейчас мы доведем до кипения и будем переведем на медленный огонь и будем готовить минут 20-25, пока вода практически вся уйдет из крупы, вся впитается. Пока наши зерновые готовятся, варится наша каша, мы готовим мясо к ней. В качестве мяса я сегодня использовала куриные сердечки. Сейчас мы куриные сердечки слегка обжарим на сковороде. На 250 грамм крупы зерновых я примерно использую 500 грамм, полкилограмма мяса или сердечек. Можно куриные пупочки, можно мясо говядину, свинину, все, что вам нравится. Сегодня я использую именно куриные сердечки. Также специи для курицы, соль, масло сливочное и масло оливковое. Значит, куриные сердечки я обжарю со специй с добавлением сливочного и оливкового масла. На другой сковороде я слегка обжарю до золотистого цвета, обжарю лук и морковь с добавлением 1 столовой ложки сливочного масла. Мы подготовили морковочку с луком, немножко обжарили. И на другой сковороде у нас приготовились сердечки. Все, можно отключать, потому что вся жидкость выпарилась, поэтому мы плиту отключаем. Сейчас посмотрим, в каком состоянии находится наша крупа. Вот наша крупа. Ну вот, есть немножечко еще влаги. Мы еще подержим сейчас минуток 5. Минуток 5. И будем тогда соединять все ингредиенты. Так, водичка почти вся выпарилась из наших зерновых. Так, сейчас я добавила сюда, значит, наши сердечки, добавила обжаренный лук с морковочкой, посолила. И все это мы перемешиваем. Так, перемешали. Накрываем крышкой и отправляем томиться в духовку приблизительно на 50 минут 1 час при температуре 150 градусов. Кашу отправили в духовку и остается только ждать. Вообще, любителям чесночка могут добавить туда несколько зубчиков чесночка на данном этапе. Но я этого не делаю. Так что, если есть желание, можно обязательно положить чесночок. Потом еще в оригинальном рецепте, так как это старинный рецепт приготовления каши, в оригинальном рецепте, естественно, нет вот этих специй разных, которые я добавляю для птицы. И используется именно топленое масло, так как, значит, по старинным рецептам, в основном в каше добавлялось топленое масло. Вот, я использую сливочное масло, добавляю к нему оливковое немножко. Теперь будем ожидать. Вот такая замечательная каша богатырская у нас получилась. Очень вкусная, ароматная, рассыпчатая, с куриными сердечками, со специями, просто необыкновенная. Аромат сумасшедший стоит на весь дом. Кушайте на здоровье, готовьте. Я надеюсь, что мой рецепт понравится вам, и вы тоже когда-нибудь приготовите своей семье такую полезную кашу. До новых встреч с вами!